всем привет это подкаст хочу цветочный и я екатерина андрюкова автор книги цветочная мастерская и создатель онлайн-школы а также цветочной студии в екатеринбурге и сегодня у меня в гостях супер гость анастасия локотанова я на самом деле получила слайд по этому выпуску и хочу зачитать потому что здесь очень много регалий на привет настя основатель и руководитель топ ивент агентства бренда локотанова энд вейдинг а также у анастасии опыт работы более 16 лет на этом рынке поэтому действительно ее проекты сейчас в самом топе в екатеринбурге и в россии также она основатель и руководитель службы координации мероприятий event control создатель онлайн-школы для свадебных организаторов локотанова вейдинг-скул победитель ивент премии урфо член жюри премии топ 100 эворд в москве а также организатор мероприятий в екатеринбурге москве и сочи а еще организатор ежегодного бранча для невест в отеле хаят риндженси екатеринбург ничего не забыла нет ничего насть привет сегодня мы хотели бы поговорить с тобой на тему взаимодействия флориста и свадебного организатора а также поговорить о том с какими сложностями сталкиваются они в коммуникации а еще обсудить какие-то крупные проекты свадьбы на миллионы которые ты делала и я надеюсь что нашим слушателям и зрителям будет очень интересно погрузиться в этот опыт и узнать как же это все проходит изнутри с удовольствием поделюсь давай тогда начнем мне очень интересно как вообще происходит планирование свадьбы да с чего все начинается как происходит поиск подрядчиков в том числе флористов все-таки у нас подкаст больше для цветочников и ну думаю что давай вот это вот раскроем а дальше уже ну начинается с того что мы всегда когда первую встречу проводим с парой мы задаем главные такие ключевые вопросы мы понимаем во первых когда будет мероприятие сколько гостей какой формат они хотят и какую площадку они хотят если мы говорим про этапы подготовки то есть сначала нужно определиться все-таки с датой с местом понимая там какой будет формат мероприятия после этого когда у нас есть уже место мы подбираем декоратора флориста потому что мы понимаем что изначально смысла нету потому что нужно понимать и объем и понимать какое будет пространство и для того чтобы начать именно взаимодействие с декораторами, нужно понимать то место, где у нас всё будет проходить. Я думаю, что вы уже на всех площадках города делали неоднократно свадьбы, да, и знаете все какие-то сложности. Ну, безусловно, но мы работаем далеко не на всех площадках. У нас на самом деле есть, если мы говорим там про наш прекрасный город Екатеринбург, это для нас боль, для многих специалистов на самом деле, организаторов в том числе, потому что хороших площадок не так много. Да. Вот, это нужно понимать, поэтому у нас есть всё равно своё видение, и на какие-то площадки мы просто не идём, и не рекомендуем их заказчикам, заведомо понимая, что она не соответствует уровню, да, а так, конечно, с теми площадками, с которыми мы работаем, да, мы знаем все нюансы, все особенности. Да, я тоже помню, когда работала на свадьбах, я знала все закулисья, все тайные секретные двери и комнаты, это тоже такая интересная история и колуары, да, нашей работы. Хорошо, поиск подрядчиков происходит, получается, под площадку и под запросы молодожёнов. Ну, если мы конкретно говорим про декораторов, да, я думаю, что акцент лучше делать на них, то да, 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 ну то есть всё равно мы понимаем, что форматы могут быть разные, это может быть какая-то очень уютная камерная свадьба с акцентом именно на флористику, и тогда нет смысла привлекать какие-то большие компании, которые вот прямо делают такие масштабные проекты, уходят в какую-то стилизацию в том числе и большие конструктивы разрабатывают. Либо, если мы понимаем, что это прямо какое-то такое масштабное большое торжественное событие, тогда, конечно, мы подбираем декораторов, кто сможет полностью закрыть все задачи. То есть вы непосредственно рекомендуете своим молодожёнам конкретных специалистов, и потом происходит встреча с этим специалистом? Да, обязательно. То есть на встрече ты, на встрече ещё, или сразу все подрядчики, там, фотограф ведёт? Нет, нет, все встречи всегда проходят отдельно, да, то есть если мы обсуждаем декор, значит, мы встречаемся конкретно с декораторами, с представителем, там, да, и это может быть встреча с флористом, это может быть встреча с руководителем, там, проекта, кто будет вести, и непосредственно с парой. А ты как, получается, изначально отправляешь флористу-декоратору какой-то уже запрос, описание этой пары, она уже, например, готовит что-то, да, на эту встречу, какую-то концепцию, или как это? Мы даём небольшие домашние задания для наших заказчиков, для пар, ну, то есть Пинтерест вообще самый классный ресурс, где можно подсобрать картинки настроения, которые нравятся, и мы им даём задание, чтобы они просто собрали примеры того, что им нравится. Заранее отправляем этот визуал декораторам, они уже понимают, где будет проходить мероприятие, они понимают, сколько человек, они понимают, что нравится паре, они дособирают ещё какие-то варианты, картинки примерно там в таком же направлении, возможно, они, да, готовят какие-то ещё более, может быть, смелые, немножко другие варианты для того, чтобы прощупать, понимать, потому что есть пары, которые приходят, например, у них есть пожелание одно, то есть они увидели какой-то визуал, а потом, когда ты им показываешь, что может быть ещё, и они такие, вау, класс, давайте попробуем сделать такое. Да, я вообще тоже люблю работать со всякими смелыми парами, чтобы реализовывать не просто одну нежнятинку, да, а что-нибудь такое экстравагантное. Не все на это идут, но всё же. И в последующем, после утверждения концепции, разрабатывается какая-то вами общая смета, получается, вы уже непосредственно с декоратором вот эту смету разрабатываете под всё мероприятие, да, или как? Да, у нас есть отдельная смета на декор, ну, то есть понятно, что декораторы, мы в их процессы расчётов, естественно, не лезем, ну, то есть понятно, что это они делают сами все расчёты, если встаёт вопрос потом оптимизации бюджета, когда мы понимаем, что там заказчику, например, не совсем комфортно, или наоборот он хочет увеличить бюджет, ну, точнее, не то, что увеличить бюджет, бюджет никто не хочет никогда увеличить, увеличить эффект, например, там, да, от той картинки, которую можно сделать, в этом случае, конечно, они работают. Понятно, что мы это потом проверяем, мы всё это смотрим совместно, но, естественно, там это их полностью расчёты. То есть это их работа непосредственно, которая предоставляется уже и паре, и вам. Кстати говоря, о таких клиентов, которые выбирают высокобюджетные свадьбы, да, у нас тема выпуска свадьбы на миллионы, которые ты тоже организовывала, давай вот про таких клиентов поговорим. Организовываем. Организовываем, и будете организовывать. Давай вот про таких клиентов поговорим, на самом деле у них тоже есть свои особенности, да, общение с ними, коммуникации. Они могут там быть, например, очень занятыми людьми, или я знаю, что некоторым, например, кто приходит с высоким чеком, им вообще на самом деле особо ничего не важно. Им там они доверяют, делайте, делайте. Ну, вот кто как, вот как у тебя это всё происходит вот с этими крупными и миллионными проектами? Ну, все разные, это надо понимать. В основном, если мы говорим про красоту, всё-таки про декор, ну, девочки, невесты, им важно. Ну, я не помню вот таких девчонок, там, невест, которым там было всё равно. Понятно, что они доверяют, они понимают, что всё будет классно, но они в любом случае принимают участие в выборе, они точно так же там что-то смотрят, потому что, ну, это же их праздник, главное же, чтобы им нравилось там, да, и чтобы была та атмосфера, которую они хотят. Ну, да, это естественно. Понятно, что женихи, они меньше там, да, принимают участие, хотя есть исключения, есть ребята, да, мужчины, кто даже более щепетильно относится к каким-то вещам, и они могут там и шрифт выбирать на приглашениях, и действительно, и по составу цветка, ну, то есть, да, что он там... Мне, например, хочется, чтобы у тебя там был букет твой, там, вот из таких цветов, то есть такое даже тоже встречается, поэтому тут все разные, надо просто уметь общаться и с теми, и с теми, ну, то есть, да, и давать им то внимание, так скажем, да, и которое им просто требуется. Если ты понимаешь, что не нужно там человека дёргать там по каким-то мелочам, ты сам можешь решить внутри, точно так же там с командой, с флористами, с декораторами, лишний раз не дёргать, просто выдать уже результат хороший и минимизировать какие-то вот эти вот лишние... Телодвижения. Да-да-да-да. И вот как раз про внимание к деталям и вот этот индивидуальный подход, всё-таки, наверное, такие клиенты как раз-таки требуют, да, вот общение из разряда в WhatsApp, например, в 2 часа ночи, там они могут написать или нет. У вас есть вот эти регламенты, как вот это всё происходит? Ну, давай так, у меня раньше было такое, что мы работали 24 на 7, а потом ты понимаешь, что есть же ещё твоя жизнь, и тебе... И нужно спать когда-то. Ну, конечно, да, и отдыхать надо, и надо тоже, ну, то есть не забывать, что мы выполняем работу, за которую нам платят, но у нас тоже, мы же все люди. Поэтому, если эти вопросы какие-то прямо острые, ну, то есть накануне, например, свадьбы, я всегда всем своим невестам говорю, что вот там за несколько дней, неважно вообще в какое-то время, я и вот как раз перед свадьбами не выключаю телефон, не ставлю на беззвучку, но меня пока ещё никто прямо вот не тревожил посреди ночи. Но я всегда говорю, потому что я понимаю, что это важно, есть определённые там моменты в плане волнения, и что они могут... Они-то вообще, наверное, не спят. Возможно, кто-то не спит, да, но это тоже вот, что все по-своему переживают, кто-то начинает успокоительные там капельки какие-то принимать, да, кто-то спокойно. Поэтому, если это какие-то острые вопросы, понятно, что ты на связи, ты оперативно должен ответить, ну, это я так, например, да, работаю, я же вижу, кто мне пишет сообщение и какой там вопрос. То есть степень ответственности, конечно. Да, 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 да. А если я понимаю, что это терпит до завтрашнего дня, ну, я могу спокойно не отвечать. Ещё касательно не только свадеб на миллион, да, вообще вот всех свадеб, которые вы организовывали за эти 16 лет, я думаю, этот огромнейший опыт, которым ты также делишься и в своём онлайн-курсе, да. Расскажи какие-то вот буквально пару-тройку историй, все это очень любят. Так. Каких-то очень самых классных запоминающихся, может быть, ну... Давай-давай. Готово, да? Это я начинаю вспоминать. Знаешь, может... Да все классные были. Ну, как бы, знаешь, из разряда, что о классных обычно ну, не говорят, вот именно не выделяют. И, может быть, какие-то моменты такие несложные, а какие-то, может, стрессовые, там что-то случилось, и вот вы это там резко решили. О, я сейчас прям вспомнила. Но это вот как раз касается декора. Ну, давай вот я, наверное, с этого начну. Это был такой очень жёсткий форс-мажор, потому что я, на самом деле, у меня, правда, у меня память очень многое вытесняет, потому что действительно очень много всего происходит, но вот это я, мне кажется, запомню навсегда. У нас суббота, ну, то есть мы понимаем, что это не рабочий день, это выходной день. У нас свадьба, там, по-моему, человек на 80, там человек. Была свадьба, и мне с утра звонят декораторы, говорят, Настя, мы приехали делать монтаж, и столы на площадке не соответствуют тому размеру, на который мы рассчитывали. Ну, то есть мы понимаем, что это были круглые столы, а стандартный размер круглого стола... Нет, метр 80. Стандартный размер, метр 80. За него может в круг сесть 10 человек, а на площадке были столы метр шестьдесят, и мы не можем за то количество столов, скатертей, которые у нас в аренде, композиций там и так далее, рассадить гостей. Ну, то есть мы понимаем, что нам нужны большие столы. Как вот так вот произошло, при том, что мы на этой площадке работали не первый раз, точно так же, как и декораторы. И мы просто на уши подняли весь город и всех знакомых, партнёров, друзей, все площадки, у которых мы могли бы взять столы в аренду. Мы всех обзванили, а я повторю, что это суббота, и это раннее утро, и все люди спят. У них выходные, но мы нашли столы, мы нашли, мы взяли часть столов в одном месте, часть столов добили в другом месте в аренде, нам помог там кейтеринг наши партнёры. Мы привезли эти столы, у нас были эти круглые столы на диаметр метр восемьдесят. Мы всех разместили гостей. Но это был такой... Страсте. Ну, как я отношусь вообще к любым форс-мажорам, ну, не то чтобы легко, но то есть для меня это просто вопрос, который нужно решить. И как бы моё личное убеждение как специалиста, как профессионал, да и я по жизни, мне кажется, стараюсь к этому так относиться, что нет проблем, есть просто вопросы, которые нужно просто включить в голову, сообразить, что ты можешь сделать, всё и решить. Поэтому у нас, наверное... Вот мне надо прям повспоминать, но чтобы были какие-то вот жёсткие-жёсткие форс-мажоры, которые бы мы вообще бы не решили, но я вообще, правда, я не помню, чтобы такое было. Ну, я думаю, на самом деле, что ты поэтому столько лет в этой сфере, что ты так именно относишься к стрессовым ситуациям, потому что, например, ну, даже я, да, когда происходит что-то, ну, уже как-то с возрастом я проще к этому всему отношусь там, а раньше, когда я начинала, это был такой дикий стресс, и я там могла реально не спать или ещё что-то, то есть, когда ты думаешь, там, у тебя цветок пришёл не тот или не в том количестве, чем ты его будешь заменять, а вот уже свадьба завтра, там, тебе ехать в 5 утра на монтаж, а потом ты как-то расслабляешься, действительно подключаешь уже какие-то свои контакты и начинаешь просто действовать по ситуации. Вот я, кстати, сейчас тоже хотела бы ещё один пример. Вот он был буквально недавно, потому что ты сейчас сказала, не тот цветок пришёл. Вот у нас была недавняя ситуация, у нас была свадьба, она была построена на моноистории, это были ирисы. Белые же ирисы же есть? Есть, да. Да, вот были белые ирисы. Ну, то есть, у нас весь декор строился на одном цветке. Вы знаете, церемония... Кстати, белые ирисы — это ещё довольно редкий цветок. Вот, зона жениха с невестой, столы гостей, ну, то есть, полностью один цветок. И декораторы, естественно, флористы, ну, то есть, это была команда, и им приходит цветок в плохом качестве, он нераскрытый, ну, то есть, там больше 70% были нераскрыты, и они просто, они их отпаивали, они что только не делали, они ведь потом, они ведь за него ещё и деньги заплатили, просто к тому, что, насколько бывают действительно ситуации, и насколько заказчик может по-разному реагировать. Это ведь тоже одно из самых, мы же понимаем, что мы же невесту подвергаем в такое, представляешь, она выбирала это всё, и она такая, как? И они поехали, они обзвонили, стали обзванивать все цветочные магазины, все салоны, все базы, какие есть, они ездили, они эти ирисы собирали, знаешь, по цветочкам, да-да-да, поштучно, но нам пришлось, мы были вынуждены сообщить об этом невесте, потому что всё равно для объёма, для того, чтобы был вот этот эффект вау, который изначально планировался, ставили ещё, сделали немножко устомки, поставили, смотрелось очень красиво, смотрелось роскошно, понятно, что, естественно, гости они не знали, но невеста сначала расстроилась, и, естественно, мы расстроились вместе с ней, потому что это самое главное, это же эмоции наших прекрасных заказчиков, да, и невесты, но потом, когда она зашла в зал, она увидела, правда, было роскошество, понятно, что они вложили свои деньги, это тоже нужно понимать, даже что, это есть определённая ответственность, и в таких ситуациях приходится вкладывать свои деньги, то есть ты не можешь просто позвонить и сказать, извините, у вас будет там на 50% цветка меньше, потому что нам так пришло, да, 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 им пришлось вложить, и они купили за свои деньги и добили ещё другим цветком, но получилось очень красиво. Честно говоря, ирисы вообще очень сложный цветок, они действительно приходят в закрытых бутонах, и даже при различных манипуляциях механических они могут не раскрыться, поэтому это довольно рискованный такой шаг, использовать ирисы в моно, но вот вышли из положения, и все остались довольны, да. Давай сейчас немного поговорим именно про коммуникацию и сотрудничество флориста с свадебным организатором, в чём могут быть выгоды для флористов, но я думаю, что это и так понятно, но ты сейчас ещё что-то озвучишь, да, как начать работать с свадебным организатором, как создавать вот эту всю красоту на долгосрочной основе, да, то есть не в одну свадьбу влететь, действительно такое хорошее взаимодействие с организатором иметь. Вот расскажи несколько советов нашим флористам, декораторам, тем, кто слушает и, возможно, хотят тоже получить такой опыт. Мне кажется, в первую очередь нужно для себя понимать, то есть промониторить рынок и понимать, понять для себя, ну, составить какой-то, не знаю, список, пул тех организаторов, не знаю, координаторов, потому что порой и координаторы тоже там делают какие-то небольшие там свадьбы, тут же момент, когда ты только начинаешь, вот я сейчас на этом сделала акцент, то есть нужно понимать, что мы как организаторы тоже работаем на разном уровне, с разными заказчиками и с разными бюджетами, и если ты только-только начинаешь, ну, то есть нужно ведь адекватно воспринимать свои возможности, да, и понимать, что сразу идти куда-то вот... В миллионные свадьбы не получится. Не получится, но ты можешь себя очень классно зарекомендовать и показать на каких-то более уютных мероприятиях, поэтому, мне кажется, можно найти как раз тех организаторов, кто создаёт именно вот такие мероприятия, плюс можно попробовать пойти повзаимодействовать непосредственно с декораторами, если ты, например, флорист, потому что зачастую бывает, что декораторам, возможно, не хватает рук. И именно цветочного, потому что они на этом не специализируют. Да, 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 есть команды, у которых есть в... Внутри флористы. Да, свои флористы. Есть партнёры, которых, например, привлекают извне точно так же. Ну, понятно, что это их команда, там, да, они преподносят, это как будто это их флорист, но, тем не менее, это какие-то сторонние партнёры. Вот, наверное, это первое, что нужно сделать. То есть создать список, потом по этому списку начать пробовать с этими людьми связываться. Ну, связ... Какое-то портфолио надо. Да, безусловно. То есть просто так вслепую, ну, вас никто не возьмёт, если там позвонят, скажут, здравствуйте, меня зовут там... Окей, где брать портфолио, если ты новичок? Нарабатывать самим, делать постановочные истории, привлекать, ну, то есть можно взять, например, точно так же найти каких-нибудь фотографов, видеографов, взять какую-нибудь классную пару, это могут быть там, не знаю, какие-то друзья. Ты их одеваешь в свадебные наряды, привлекаешь того же самого бьюти-специалиста, который может создать образ полностью там, да, невесте. Это может быть студия, это, я не знаю, вы в поле можете выехать, вот сейчас лето, например, в поле выехать, поставить стол, сделать какую-то ловстори для двоих, для пары, либо сделать какую-то имитацию, так скажем, да, небольшой свадьбы, уютной именно такой, камерной. Можно договориться с площадкой, с какой-то локацией, где всё это можно сделать. Вот мне кажется, ты сейчас вообще в таком доступе, и ты делаешь просто, ну, то есть вот таким образом ты нарабатываешь портфолио, и, например, и той же самой площадке будет интересной, тому же самому фотографу будет интересно, и бьюти-специалисту, ну, то есть вы друг другу, да, вы друг друга просто рекламируете, вот и всё. У меня сейчас просто случился такой флэшбэк, потому что реально, там, 10 лет назад вот мы занимались активно вот этим всем, выезжали в поля, вешали там какие-то простыни, делали какой-то декор интересный, я прям вот сейчас у меня картинки вот эти вот в голове, и действительно вот тогда, да, я начинала, и реально постепенно вот это вот развитие, 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 и ты уже потом там международные какие-то проекты оформляешь, а начинал ты вот с поля, ну, да, всё возможно. Вообще безусловно, главное просто делать, находить ресурсы, находить возможности, не в холодную, в холодную вас никто не возьмёт, ещё очень сложно сейчас пробиться к организаторам, неважно кому, просто так, поэтому надо в любом случае поработать, да, может быть, оформить свадьбу, друзьям, может быть, сплатно, не знаю, там, за материал заплатить, да, в любом случае, но по идее, если у тебя есть даже какое-то портфолио для того, чтобы замотивировать того же самого организатора, конечно, вы можете предложить какое-то агентское вознаграждение, там, да. Да, кстати, про агентское вознаграждение, вот как это, вот эти вот финансовые вопросы, вы, получается, выступаете, как агент, который рекомендует флориста, да, непосредственно на эту свадьбу конкретного флориста, и у флориста выгода как раз-таки быть с организатором, во-первых, он получает классные проекты, интересные, у него там меньше головной боли, потому что он не ведёт вот эту бесконечную коммуникацию, и плюс ещё он оплачивает вот эту агентскую комиссию за то, что вы привлекаете ему клиентов. Ну, вообще, по поводу агентского, сейчас какие-то такие у нас, вот недавно тоже мы там общались, такие дебаты происходят, потому что есть люди, которые за это, есть люди, которые против этого, я скажу, выскажу своё мнение всё-таки. Для меня это история, и это не только про организацию мероприятий, это в целом везде, я не знаю, ремонт ты там делаешь, что-то там производишь, ламинат продаёшь, двери, неважно, это система лояльности, ну, то есть нужно понимать, что мы, организаторы, мы являемся, по идее, постоянными заказчиками, ну, то есть это те люди, которые могут тебе генерить заказы, постоянно, да, то есть это не разово, я пришла там как невеста, такая заказала, там мне сделали какой-то декор, и я ушла, ну, то есть организатор, тот человек, который на постоянке может тебе давать заказы, и для меня это абсолютно нормально, когда партнёры, подрядчики, у них есть система лояльности, то есть это действительно агентское вознаграждение, первое, за то, что вас постоянно рекомендуют, работают, и ты абсолютно вообще верно сказала, это на самом деле очень такая ценная история, есть просто организаторы ещё разные, есть организаторы, там, координаторы-перекупщики, которые не вникают во всё, что происходит, чёрный рынок, свадебный, они просто порекомендовали, на самом деле, очень многие так работают, они просто рекомендуют, я тебя порекомендовал, там, вот тем-то тем, там, скинешь мне агентское, обалдеть, реально? очень много, так делают ведущие, так делают все, ну, многие, ну, я в этом плане, у меня там есть свой взгляд на эту ситуацию, но так делают очень многие, что я вас порекомендовала, всё, ну, то есть они, и при этом они не ведут заказчика, ну, то есть они не присутствуют на встрече, они понимают, что вот они передали декоратору, декоратор там все вопросики решает, ну, там, может быть, там кто-то подключится, там что-то сделает, а если мы говорим про какую-то такую классную, правильную, на мой взгляд, историю взаимодействия, это всё-таки, когда организатор тебя полностью ведёт, и он действительно снимает с себя головняков очень много, потому что он договаривается с площадками, он взаимодействует с заказчиком, если кто-то что-то не понимает, он обязательно со своей стороны, как профессионал, расскажет, как правильно сделать там, да, где-то поможет, где-то решит точно так же какой-то форс-мажор, там, и так далее, договориться, там, не знаю, с площадкой, чтобы всё-таки вас спустили там пораньше на монтаж, потому что времени мало, и так далее, и если даже, ну, то есть это как работает, например, наша команда, если даже у нас декораторы не успевают сдать площадку какому-то конкретному времени, мы же понимаем, что она должна быть готова, мы идём и сами раскладываем салфеточки, ну, то есть мы что-то помогаем и что-то делаем, но это же вот такая командная история. Потому что в тайминге, да, они... Ну, бывают разные, конечно, ситуации, потому что действительно и на площадку ты можешь зайти поздно, потому что, предположим, там, накануне было, ну, нету физической возможности там, например, да, у площадки пустить вас раньше, поэтому для меня это, да, нормальная понятная история, понятно, что это внутри должно быть, клиенты это никаким образом не должно вообще касаться. Ну, вот если ты только-только начинаешь, ну, может быть, да, ты там предложишь какое-то там... Стандартно 10%, если мы говорим про центру. От смет? От смет, от общей сметы. От общей сметы. От общей сметы декорации и флористики. Да. Или от общей сметы свадьбы. Нет, нет. От общей сметы декорации флористики. Да, да, да. Нет, есть, если мы говорим, там, если интересно, там, про... Далеко не все, например, на этой системе сидят, поэтому... Если есть просто люди, кто думают, что организаторы грибут... Нет, мы точно так же можем свои деньги иногда тратить, чтобы закрыть какие-то недочёты, и далеко не все сидят на этой системе агентского вознаграждения. Да, я согласна, что на самом деле, когда организаторы с тебя снимают массу вот этих вот проблем и экономят, грубо говоря, твое время, потому что ты же можешь работать не на одной свадьбе, да, а ты можешь работать там на нескольких свадьбах в этот день. Ну, вопросик. Если команда, если команда у тебя есть. Ну, если команда у тебя большая есть, да, если, ну, то есть, да. Ну, и ты оформляешь, например, не какую-то там огромную свадьбу, да, есть там несколько свадеб. Да, да, конечно, физически возможно. Да, и, соответственно, ты уже не общаешься с этими людьми, потому что, с молодожёнами, да, потому что были такие случаи, что я уже вот в пик, когда было много свадеб, и реально там в пятницу три свадьбы, в субботу две свадьбы, и ты уже просто, они уже все на одно лицо, ну, грубо говоря, то есть уже как бы ты, уже сложно запоминать вот это всё. А когда ты с организатором, всё, тебе всё чётко прислали, ты всё чётко понимаешь, как, куда приехать, если что, реально можно какой-то вопрос задать, куда заехать, на банкетную площадку, потому что это всё тебе уже не нужно выяснять, и это огромная возможность и для новичков, и для тех, кто хочет просто вот в свадебную сферу попасть и начать, да, стараться работать с организаторами, а лучше пробовать с какими-то лучшими организаторами, да, если у вас уже есть огромный опыт, например, и вы хотите в этом дальше как-то развиваться. Вот у меня здесь ещё такой вопрос про истории успеха, рассказать о каком-то самом, может быть, запоминающемся проекте, где была вот совместная работа с флористами-декораторами, может быть, вот именно по картинке или, может быть, по самой концепции, может, это было что-то необычное или какое-то необычное место. Я сейчас спойлер, это будет вот у нас буквально, но мы потом можем, да, если нужно, я покажу, у нас как раз сейчас вот буквально через две недельки у нас будет такой проект, это проект, на который мы привлекли и режиссёров в том числе, там будет очень интересная концепция, которая раскрывает нашу пару, мне кажется, вообще во всей красе, и это прям такая будет интересная, да, история. Ну, чуть-чуть подробностей мы хотим, подробностей. Ну, каких подробностей хотим? Ну, что там, какая стилистика, где это будет? Ну, это, давай так, это связано немножко с темой, с русской темой. Ага. Вот так, а-ля рус. А-ля рус, можно так назвать. Ну, то есть это вот как раз, когда очень много деталей, когда очень много, ну, то есть там даже начиная с приглашения, мы делали. Хохлома. Видео приглашения. Ну, там будет немножко использоваться кжель в том числе. Эта тема, на самом деле, она уже была много где, и, ну, просто здесь-то у нас это не потому, что это актуальная тема, вот она где-то, да, ходит, и сейчас все действительно зимой там, да, были съёмки. Да, 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 ну, вот эти все, и Дольче Габбана тоже, они все. Да, 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 а у нас это про пару, ну, то есть это действительно там связано с их увлечениями, связано с их жизнью, и вот там прям, там будет интересно. Ну, то есть это, если мы говорим про какие-то неклассические форматы. Да. Ну, то есть это даже вопрос не объёма, хотя там тоже будет достаточно масштабно, а это именно вопрос какой-то такой интересной истории. Вот именно такие какие-то специфические истории как раз-таки в твоём портфолио, они потом и выделяются, да, то есть вот идёт классика-классика-классика-классика, бело-зелёная, там, белорозовая, и потом хадыш там что-нибудь, Индии, и какие-нибудь, не знаю, там, Индия или какая-нибудь Боха, да, ну, Боха. Это уже не актуально. Да, уже не актуально. Вот что сейчас актуально? Что сейчас актуально? Сейчас актуально. Хороший вопросик. Ну, смотрите, тут же надо тоже отталкиваться от пары, ну, то есть от пожеланий, потому что ты абсолютно правильно говоришь, что всё равно есть пара, несмотря, да, там, вот на все какие-то интересные истории, которые сейчас очень много уходят же в инновации, в какие-то, ну, то есть больше делается акцент, например, там, на свет, на какие-то технологии, там, да, да, ещё на что-то. А если мы говорим всё-таки про флористику, про какой-то, да, такой материал, у нас вот, кстати, будет вообще свадьба, у нас там вообще не будет цветов. У нас планируется очень интересный большой зал, больше ста человек-гостей, мы ставим там экраны, ставим сцену, там будет интересная расстановка столов, ну, то есть это не круглые столы, это не прямоугольные столы, они будут разной формы, там, змейки, там, полукруга, там и так далее, и у нас не будет цветов вообще. Цветом будете брать, да? Свечи. Свечи. Свечи, принт, да, 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 да. Ну да, тоже очень интересно. Поэтому используют разные материалы, можно использовать сейчас там, поэтому сейчас на самом деле вдохновения-то очень много, ну, то есть ты можешь там, не знаю, какую-то, вон, не знаю, деревянную сделать свадьбу тому слову, просто если будет как-то красиво, либо полностью там декор из стекла. Да, главное иметь на это бюджет, да, и соответственно, чтобы все ваши творческие задумки, они потом интегрировались, и всё это красиво с помощью всех декораторов, всех специалистов уже выглядело на площадке. Да, я согласна, что свет очень многое решает, звук, естественно, ну и вот сама картинка финальная тоже важна в нашем деле, да, потому что это остаётся навсегда. Да, да, и по поводу света ты абсолютно правильно сказала, да, что, ну, на наших проектах нету вообще, ну, то есть у нас нету ни одного проекта, который был бы без света, поэтому можно, ну, тоже такое, да, небольшое уточнение и рекомендация даже, когда в дальнейшем, если вы начинаете работать, взаимодействие там, да, с теми же самыми организаторами, то есть нужно понимать, что ты можешь, не знаю, потратить несколько миллионов на декор, но если ты красиво и качественно не подсветишь это всё за счёт света, это просто деньги на ветер, да, поэтому это всё должно работать. И от площадки зависит, и вообще от времени года, и, то есть там очень-очень много нюансов. Ну, много, конечно, надо, да, да. Сейчас ещё, если немножечко, да, вот про флористику и декор, сейчас такой есть тренд на эко, но он уже давно этот тренд, да, когда мы используем, например, небольшое количество цветов на кинзанах, на каких-то вот это всё воздушно. Да, красиво на каких-то длинных вытянутых столах или вот эти змейки тоже, если есть какой-то ещё цвет, например, в тех же там салфетках или где-то в текстиле, и всё это, ну, цвет именно такой, не просто там белый-синий, да, а что-то модненькое. И всё это вот поддержано даже вот такой минимальной флористикой, это уже топчик на любой свадьбе, и сейчас даже многие отказываются от вот этих вот куч цветов, потому что... Кстати, вот сейчас ткани тоже, они продолжают быть актуальными. Потому что это уже смотрится каким-то перебором вместе, когда и закуски, вот это вот всё стоит на столе, да, и вот эти вот кучи цветов, они уже не выглядят так эффектно, как вот какие-то лёгкие композиции. Это вот просто тоже на заметку. Вот смотри, ещё такой вопрос по поводу ценообразования, это всегда тоже интересно, да, особенно новичкам, как им вообще вот это всё выстраивать. Вообще, по идее, у всех разная наценка и на цветок, и на работу, да, это зависит и от профессионализма, от тех поставщиков, с которыми ты сотрудничаешь. И бывали ли такие ситуации, что ты, например, привлекаешь нескольких подрядчиков, флористов, декораторов на один проект, и одни тебе называют за один и тот же объём разные цены? Да, такое бывает. Это не очень хорошо, сразу возникают вопросики. Ну, то есть мы же понимаем, что, по идее, не все закупаются, я думаю, ты это подтвердишь, аукционы, это всё в одном месте, зависит качество цветка, но всё равно плюс-минус, кто работает давно, ну что, там не может быть какая-то большая разница. Просто понятно, что когда на мероприятие всё-таки цветок заказывают, заказывают его самого высокого качества, стараются всё-таки как раз, чтобы там какие-то риски убрать там и так далее. У нас была, да, история, что флорист, ну, выставляли какие-то супер какие-то неадекватные цифры, поэтому тут тоже, мне кажется, нужно, ну, то есть понимать. Ну, я думаю, что ты можешь как раз подсказать, я знаю как бы эти цифры, но я думаю, что это мне не очень корректно будет это говорить, ну, то есть какая моржа идёт, например, у флористов, у декораторов, мне кажется, это нормально, но если вот ты выходишь за рамки этого, тогда да, ну, то есть нужно понимать, что если ты предлагаешь какой-то объём цветка, и, ну, то есть условно есть какая-то композиция, сейчас грубо говоря, там, среднего размера, которую можно там сделать там за пять тысяч рублей, например, там, да, небольшую, а там вы выставляете её за десять, ну, надо же понимать. Ну да, как-то странно получается. Ну, вообще, когда я в своё время, да, вот отделала все сметы, мы предоставляли полностью составы, но такие приближённые, потому что всё равно могут быть замены, вот, то есть предоставляли составы, цену розничного цветка на этот состав, потому что у флористов как раз-таки привилегия в том, что он может закупиться оптом, сделать эту наценку, потому что никто другой не может закупиться оптом, по идее, просто человек с улицы. И, соответственно, как бы ты, ну, там, по розничной или чуть ниже, да, продаёшь, а розничная цена, она уже формируется тоже по-разному, у кого-то там наценка полтора, у кого-то один и семь, у кого-то два, то есть это нужно смотреть, как в рынке, чтобы вы были. И отдельно у нас всегда была в смете заложена сумма за работу, то есть мы никогда её не включали внутрь композиции, потому что, ну, вот это вот как раз-таки непонятно, да, почему композиция стала стоить там не пять, а семь тысяч, а потому что вы ещё в неё там включили работу, трансфер, там монтаж-демонтаж, то есть я вообще за полную прозрачность смет и за то, чтобы, как бы, смочь объяснить, почему вообще такая цена, да, то есть ты разложил, а не сидишь и не хлопаешь, ну, потому что вот, потому что так, да, цветы подорожали, извините, то есть ты адекватно можешь объяснить, если нужно предоставить состав, но у нас на самом деле очень редко прям запрашивали конкретный состав с позициями и с каждой ценой, то есть это уж, ну, совсем, когда ты общую концепцию описываешь, ты вот просто композиция, сколько это будет стоить, твоя работа, монтаж-демонтаж, ты приехал там на площадку, ну, и всё, что там, какие-то дополнительные расходы. Так я считаю всем комфортно и всем всё понятно. Ну, да, да, и надо просто же не забывать даже тот же самый цветок, ну, то есть я всегда защищаю наших декораторов-флористов, потому что нам же часто очень приходится общаться напрямую с заказчиком, когда они нам, как организаторам, задают вопрос. Ну, как раз-таки запрашивают, да. Да, да, и есть, разные есть ситуации. У меня на самом деле есть постоянные заказчики, они держат сетку, очень известную у нас в городе, цветочную, и когда мы делали им только первый раз мероприятие организовывали, они спросили, можем ли мы, и, кстати, у нас периодически прямо прилетают такие вопросы, да, 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 можем ли мы, вот у нас есть, мы вам дадим, и вы там с нашим материалом поработаете. Я настолько благодарна этим людям, что они всё поняли, ну, то есть не требовалось там как-то долго объяснять, ну, то есть несмотря на то, что они сами поставляют в объёмных, в огромных количествах, в объёмах цветок нам в город, ну, то есть они такие, окей, мы им объяснили хорошо всё, у нас, мы делали им роскошные мероприятия многократно, и, в общем, очень уважаем и любим этих заказчиков, людей, даже за то, что вот они с таким пониманием отнеслись, а бывают, что ребята, да, они спрашивают... То есть вы не на их цветах работали? Нет, ну, нет, 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 конечно, нет. Ну, то есть мы же понимаем, что там есть свои тоже особенности, кто за них будет нести ответственность, даже несмотря на то, что вы являетесь там поставщиками, поэтому там своя специфика. А есть кто, да, прям вот спрашивают, ну, то есть надо же понимать, что вы же цветок ещё забираете, его же нужно ещё хранить где-то. Конечно, обработать, сохранить, это надо всё его привести до кондиции, чтобы не было вот с этими ирисами, хорошо, тебе привезли эти ирисы в упаковках закрытые, что ты с ними будешь делать? Как раз такие флористы, которые имеют опыт, которые имеют знания, и они как раз могут выйти вот из этих всех сложных ситуаций, да, быстро, имея как раз-таки связи по городу. Как бы это странно ни звучало, но действительно в нашем деле очень важно иметь вот эти связи, найти столы вовремя, найти цветок, и только так мы можем достичь именно того эффекта в какой-то вот кризисной ситуации такой стрессовой, чтобы это не превращалось в стресс, а просто в задачу, которую можно решить. Да, но уметь объяснять однозначно надо. А для того, чтобы как раз у тебя не было каких-то неудобных ситуаций, это вот как раз абсолютно я с тобой согласна, что когда ты более прозрачно там, например, расписываешь смету, заказчику показываешь, и ты можешь обосновать, почему из чего вообще складывается там, например, сумма, я думаю, что в этом случае меньше тогда вопросов возникает. А вот как бы ты посоветовала флористам-декораторам, которые вступают в связь с организатором, да, что бы ты посоветовала для того, чтобы эта связь была долгая, на долгие годы, чтобы вы друг друга любили, что нужно делать, кроме того, как классно делать цветы, да, там классно какие-то идеи, что ещё нужно? Что ещё нужно? Нужно, первое, понимать, что это командная история, это командная работа, и если что-то у кого-то происходит там, вдруг какие-то форс-мажоры, система лояльности в том плане, что, например, там мы понимаем, что надо сделать ещё там одну бутоньерку срочно там, не знаю, для папы. Экстра какие-то работы брать. Это хорошая коммуникация в плане переписок, в плане диалогов, ну, то есть нужно понимать, что всё-таки это рабочие взаимоотношения, потому что это тоже очень важно, ну, то есть быть вежливыми, уметь хорошо общаться, как раз там, например, не дёргать там по каким-то, не знаю, мелочам, если всё-таки вы там профессионал, и не писать там после определённого времени там, например, назначенного. Нужно уметь классно себя презентовать и делать хорошие презентации, потому что мы понимаем, что, ну, опять же, вот смотря с кем вы работаете, но тем не менее, если мы говорим про какой-то определённый рост, делать классные презентации, найти, я не знаю, каких-то специалистов, которые могут там, не знаю, 3D сделать какие-то макеты, если мы говорим полностью про декор. Быть хорошим человеком, я не знаю, ну, потому что это тоже на сегодняшний день очень сильно важно. Ну, как-то по энергии сойтись, да? И это тоже, потому что у нас, вот у нас есть там ряд декораторов, флористов, с кем мы работаем, но это не говорит о том, что с кем мы не работаем, они плохие. Нет, конечно, ну, просто так сложилось, что по каким-то там стечениям обстоятельств, ну, вот что-то не сложилось, что-то не подрослось, поэтому это тоже абсолютно нормально. Найти своих людей, с кем тебе будет комфортно, с кем ты будешь разговаривать на одном языке, это очень важно, потому что мы ведь тоже разные, точно так же, как и декораторы, там, да, флористы, наши партнёры, кого мы привлекаем, и организаторы, они тоже разные, заказчики разные. А найти вот это вот, это, да. Да, чтобы всё мэчилось, да, и была гармония, тогда мероприятие как раз-таки будет вот реально без проблем, легко, как-то вот на позитиве, когда все, да? Да, да, я же вспомнила просто ещё одну ситуацию, после которой мы перестали работать с декораторами, это вот как раз, мне кажется, в тему, это было очень давно, но это было, и при том, что это были флористы, у них есть цветочный магазин у нас в городе, они плюс занимаются и декором в том числе, у нас была, вы знаете, церемония в центре города, там, на закрытой территории, была арка, естественно, там, задекорированная ими, и у нас приезжали гости, и пошёл дождь, ну, то есть пошёл дождь. Это мы сейчас маленький, маленькое отступление к прошлому выпуску про трудности, где был дождь, и ещё арку снесло в реку, обязательно его посмотрите. Такой был арк, да. Ну, кстати, у нас декораторы нам рассказывают, насколько может сильно дуть ветер, ну, в общем, пошёл дождь, ну, то есть вот есть, понятно, что я, есть у меня там девчонки-координаторы, а есть декораторы, которые сделали вот всю эту красоту, и они сидят в машине, ну, то есть мы... Всё, мы всё сделали. Всё сделали, они сидели в машине. Дождь не наша компетенция. Да, да, они такие, мы же всё сделали, мы же сдали, и они сидели в машине и смотрели, как мы, а у них, извините меня, арка, ну, то есть это тяжёлый конструктив, который ставил там мужчины, их там монтажники, и мы девочками перетаскивали, мы её поднимали, нагибали, насколько это было возможно, под дождём, мы её переносили под крышу. Это один из случаев. И второй случай был с этой же компанией, когда мы приехали на площадку, зона жениха с невестой, стол стоит, скатерть, юбка, ну, то есть она не до пола, не достаёт, она очень короткая, ну, то есть мы же понимаем, что по визуалу это очень плохо. И... Сэкономили. Мы не знали, что на площадке, ну, то есть это тоже ведь зона ответственности как бы общая по большому счёту, то есть они могли бы запросить ведь это всё, да, и просчитать. Они не просчитали, нам не хватает длины на юбке у стола жениха с невестой, и мы позвонили, девочки, выручьте. Они сказали, ну, вы же за это не платили. Мы вышли из ситуации, мы решили, я позвонила другим людям, которые не имели никакого отношения к оформлению этой свадьбы. Я не помню, то ли мы доставку, то ли что отправили. Нам привезли, ну, то есть нам отправили там скатерть, длину, мы сами её сделали. Вот таким образом мы вышли из этой ситуации. Всё. После этих случаев, естественно, мы перестали с ними работать вообще. Ну, скатерть, это вообще, мне кажется, такое дело. Ну, смешно. Да. Ну, смешно, согласись. Вообще. Ну, то есть просто не захотеть, да даже если у них нету там этого текстиля, просто даже помочь, попробовать... Контактами ещё чем-то. Решить, да, решить этот вопрос. Мне кажется, они уже даже и не... Они работают. Может быть, у них магазинчик существует, но мероприятия не оформляют это сто процентов. У меня, кстати, тоже, когда ты говорила про дождь, я вспомнила ещё одну тоже историю. Однажды был тоже очень сильный ветер, и арка стояла таким образом, что, ну, то есть её никак не приколотить, грубо говоря, да, к земле. Но там было много декора, много тканей, и мы просто стояли и держали эту арку, пока было... Чтобы она не упала. Да, чтобы она не упала во время регистрации, то есть видели, как это всё происходит, но это, конечно, было очень волнительно, знаешь, там в кадр куда-то не залезть, ещё что-то там вот так стоишь и просто молишься, лишь бы всё это устояло, лишь бы всё это прошло, да, и вот эти порывы ветра, они просто нас вот так вот сносили, сносили, но всё в итоге получилось. Слава богу. Да, реально. Вспоминаешь вот это всё вроде с улыбкой, но вот в тот момент бы других просто вариантов было. Ну да, если у тебя рушится, всё падает, и что? Ну как бы, да, неприятно. Спасать только своими силами. Может быть, буквально пару слов про свою школу также скажешь, да, у нас на самом деле есть отдельный грейд свадебный, который посвящён свадебной флористике, и вообще, в принципе, в базовом нашем грейде есть азы свадебной флористики, когда люди уже после прохождения этого курса могут начать оформлять какие-то небольшие свадьбы, то есть там не про конструктивы как раз-таки, а там вот основные элементы — это букет невесты, бутоньерки, какие-то композиции. Ссылки мы тоже оставим, прикрепим обязательно под выпуском, чтобы вы смогли посмотреть программу, наполнение. И также есть у нас более продвинутый такой топ-грейд, где мы показываем, как делать свадебные там раннеры на стол, да, из цветов уже конструкции какие-то более сложные, там летящие, парящие всякие арки. Это вот касательно флористики, да, чему учат в агентстве, да, как вот, как это вообще, как научить, то есть ты учишь, получается, координаторов? Это больше история для организаторов, всё-таки для тех, кто хочет работать как организатор, но по идее ты изначально начинаешь как координатор, ну то есть ты просто так к тебе не придут люди, там заказчики, они скажут, организуй свадьбу, всё равно это прощупать, посмотреть, как всё это изнутри складывается, вот этот весь внутренний процесс работы, который проходит на мероприятии, это всё равно координация. Ну у меня такая онлайн-история в плане обучения, потому что и девчонки есть кто из других городов, и есть возможность пройти практику. Ну то есть я, естественно, со своей стороны делюсь своим опытом, своим видением, А как из других городов? Они прилетают, да, ну вот у нас сейчас как раз будет запуск, да-да-да, девчонки, они прямо спрашивают, какие даты, ну то есть чтобы заранее с ними договориться, когда они могут пройти практику, для того чтобы купить билет и прилететь. И есть разные формы, разные варианты, и есть для такой уже более углублённый, для вот как раз новичков, там и мы затрагиваем вопросы договора, затрагиваем как раз вопросы коммуникации, каким образом выстраивать лучше взаимоотношения там с партнёрами, заказчиками, вот эти вот истории, а нужно ли 24 на 7, там про личные границы я там говорю. У меня там есть даже отдельная лекция про то, что делать, если вас застал творческий кризис, потому что я его переживала относительно недавно, это был такой самый жёсткий, неприятный, но очень сильный на самом деле, понятно, что это со временем только понимаешь период, и мне есть чем поделиться, вот, поэтому я решила, я просто потом записала ещё специально эту лекцию, потому что я понимаю, что она тоже очень сильно важна, потому что у нас такая сфера, и очень важно не перегореть, это прям, и когда вот ты как раз 24 на 7, вот это вот всё у тебя... Вот в этом общении. А ты сам-то про себя вообще забываешь, ты вообще на себя забиваешь, и ничего не делаешь, а потом всё равно, рано или поздно у тебя батарейка насядет, и поэтому я всегда за то, чтобы был какой-то баланс, чтобы можно было делать и любимую работу, и уделять время себе, естественно, давать возможность, чтобы и восстановиться в том числе. Да, согласна, это очень важно. Ещё один формат взаимодействия как раз там с учениками, с девчонками, в основном, конечно, девочки приходят, это личное наставничество, то есть есть такая история, что я в целом готова сейчас прямо брать такая персональная вещь, но тем не менее там брать, например, начинающего организатора или того, у кого пришёл, например, там, не знаю, это может быть первая там, например, свадьба, это может быть десятая свадьба, просто приходят же и те, кто уже работает, кто уже знает, но им интересно посмотреть, а как работаем мы, потому что я ведь точно так же проходила обучение и у других организаторов, там, ездила на конференции, когда у меня уже был очень большой опыт, потом мне было интересно посмотреть, а какая механика взаимодействия там внутри. Ну, конечно, развитие постоянно должно быть. Да, безусловно, и вот есть возможность, что мы совместно, неважно вообще в каком-то городе, то есть я могу полностью сопроводить подготовку к мероприятию, ну, в основном к свадьбе, естественно, то есть полностью по всем этапам, ну, то есть это вот когда ты за руку берёшь человека, ему показываешь, так вот рассказываешь. Ну, это, я думаю, знаешь, выход на новый уровень. Именно с наставником мы обязательно тоже оставим все ссылки, чтобы вы ознакомились, посмотрели. Это именно выход на новый уровень профессионализма, когда ты вот оформляешь одни-одни свадьбы одинаковые, грубо говоря, да, и ты, по сути, ну, я сейчас не про флориста говорю, да, вот и про организацию, ты делаешь одни и те же свадьбы, и ты не знаешь, как сделать свадьбу круче, да, там, на миллион, потому что ты боишься этого, ты не можешь взять на себя эту ответственность, потому что у тебя нет определённых знаний, а когда это под контролем, то это проще реализовать. И это тоже, да, и, безусловно, это от объёма, и, ну, я больше всё-таки не про деньги, как бы, веду историю, а про профессионализм. Про масштаб даже. Про профессионализм, ну, то есть я за то, чтобы всё-таки, даже если к вам приходит не сильно большой бюджет, что это действительно там свадьба до миллиона, там, да, она какая-то уютная, это про отношения, это про сервисы, про то, что ты даёшь намного больше, ну, то есть это не говорит про то, что там... Я поняла, да. Понимаешь? Это про проценность. Ну, я просто на себя, видишь, на себя спроецировала в том плане, что у меня тоже есть такие консультации, и как раз-таки я веду, например, людей, которые делают свадьбы, и они делают оформления, с которыми они раньше никогда не сталкивались, это обычно оформление крупнее, там, какие-то больше конструкции или какие-то непонятные конструкции, как это сделать, да, тут как раз-таки вот увеличение бюджета. Я поняла объём другой, да-да-да, увеличение бюджета. Да, и ты обращаешься к специалисту, у которого опыт в этом есть, чтобы не косякнуть, грубо говоря, с этим всем делом. Потому что если ты как-то сделаешь не так эту конструкцию, ты потом будешь её держать. Ну, да, ну здесь на самом деле, да, я понимаю, о чём ты сейчас, что когда к тебе приходит более требовательный клиент, потому что понимаем, чем больше денег, тем больше из тебя будут спрашивать. Тебе, ну, нельзя обосраться, как говорится, поэтому... Поэтому надо всегда повышать свою компетенцию, развиваться, и неважно в каком... Неважно, сколько лет вы работаете, и я вот сейчас присматриваю, куда бы мне, ну, вряд ли, наверное, прям это ивент-история, но где-то рядышком, потому что действительно, чтобы не стоять как раз на месте. И вот эти все вопросы с выгораниями тоже, когда ты новую информацию впитываешь, ты как-то оживаешь, какие-то инсайты вот эти вечные. Сто процентов, да. Я тоже часто и смотрю какие-то видосики, просто даже не по флористике, а вот темы, там, про бизнес, ещё что-то, да, что тебя может заряжать какой-то дополнительной энергией, и ты потом можешь это в своём направлении, как-то в своём ключе что-то там перефразировать и сделать. А у меня ещё бывает так, что иногда же, ну, то есть ты вот работаешь, ну, то есть вот я, например, по себе, ты работаешь, ты в каком-то определённом, там, да, своём видении, там, всё это делаешь, и когда ты со стороны слышишь даже то же самое, окей, пусть это будет, это не новая информация, ты там ничего себе не откроешь, ну, такой, блин, а вот этот человек работает точно так же, круто, классно, значит, я двигаюсь в правильном направлении, потому что ты ведь точно так же ощущаешь, насколько у тебя ценности сходятся с тем, либо иным специалистом, и ты понимаешь, всё классно, то есть это ещё для подтверждения того, что ты правильно двигаешься, поэтому тут на самом деле много плюсов. Касательно вот ещё сезонности, всё-таки свадебный сезон у нас, типа, с мая по октябрь, сентябрь, да, то есть зимние свадьбы, они бывают, но редко? Они есть, их как бы в целом просто меньше, но они есть, безусловно, и зимой. Осенние и весенние тоже есть. Да, 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 их просто меньше, но в основном, конечно, это лето, потому что все хотят теплые. А организаторы свадеб, да, то есть даже, наверное, не организаторы свадеб, а организаторы мероприятий, они же занимаются ещё и корпоративными, да, разными... Ну, все по-разному, кто-то специализируется только на свадьбу, Кто-то специализируется только на корпоративах Кто-то вообще делает только городские мероприятия Кто-то дни рождения детские делает Поэтому всех по-разному Но у нас, я начинала Поскольку вообще там с оригинальных поздравлений и розыгрышей Поэтому ко мне прилетают Разные заказы Понятно, что мы больше специализируемся на свадьбах И на частных ивентах Но у нас есть заказчики, кто заказывает У нас, естественно, и корпоративы И детские дни рождения, потому что у них детки уже рождаются И предложение руки и сердца И розыгрыши, пожалуйста Ну то есть это такая неодноразовая история Этот клиент может быть у тебя многократно Сначала там ловстори, предположим Какое-то предложение Это тоже всё можно стилизовать Потом сама свадьба, потом рождение Сейчас вот эти гендер-пати Потом, соответственно Что у нас может быть На один год ребёнку Да всё что угодно Просто какой-нибудь званный ужин у тебя дома Или тот же самый, не знаю, Новый год Новогодняя композиция, пожалуйста, тоже очень актуальная тема Декораторы у нас делают Оформляют и ёлки Ну то есть если мы говорим, да И какие-то композиции, веночки что-то делают То есть всё это, да, можно На продажу Можно Очень классно, что действительно Просто раньше я всегда думала Ну вот это, наверное, не очень выгодно Потому что свадьба — это такая одноразовая Вроде как история Ты её сделал, они ушли довольны И всё, по сути И тебе нужно искать снова новых клиентов Это с какой стороны смотреть? Это вот со стороны флориста, если смотреть Вот поэтому и нужно работать с организаторами Чтобы как раз у тебя был организатор, это твой постоянный заказчик Да Что касается использования флористики и живых цветов на свадьбах, да Многие как раз-таки выбирают именно живые цветы Но есть те, кто вот отказываются, да, например, от цветов Чем-то их заменяют Да, это потому что у нас такая концепция образовалась Да, именно чтобы в концепции быть Кто-то использует искусственные цветы Или микс живых и искусственных цветов Вот как на твоём опыте вообще Что чаще выбирают? Может быть, давай по гамме То есть какие гаммы Какие цветы, может быть Мало ли, там есть какой-то цветок свадебный Популярный Ну вообще, да, они есть Они по сезонам вообще делятся Сезонные Это сезонные цветы, это однозначно История, и вот как как раз-таки с искусственным материалом Вообще хотят, не хотят, как относятся Ну, я расскажу одну небольшую интересную историю По поводу того, что у нас есть организаторы Которые продают пакетные предложения свадебные За очень дёшево Я не знаю, может быть, тоже слышала Да, я знаю Просто мне ребята знакомые Вот они из ивент-сферы Они относительно недавно были гостями на такой свадьбе Ну, то есть, когда там стоит композиция Она полностью из искусственного цветка А она внизу И эта композиция сдаётся в аренду Её с одной свадьбы на другую вот так вот перевозят Это, ну, как это выглядит, конечно, это Да, ну, там и по остальным вопросам То есть, там колонки, оборудование Стоит просто на полу Там даже нету стоек Ну, в общем-то, кринж полный Но, тем не менее, есть люди, кто это выбирает Есть те, кто это продаёт Вот, если мы говорим там по поводу нас И по поводу того, там, как мы работаем Да, и что предлагают наши декораторы-флористы Понятно, что они стараются максимально В процентном соотношении, там, процентов 70 Использовать живого цветка Иногда это полностью живой цветок Если нету никаких высоких конструкций Понятно, что если там, не знаю, на какую-то Очень суперкрупную, там, не знаю, конструкцию Арку сделать, она должна быть полностью усыпана цветами То есть мы понимаем, во сколько нулей Это всё будет стоить Поэтому делают микс Порой делают микс, но это искусственный цветок Он очень дорогой Да, он очень дорогой И он очень хорошего качества Что там даже ты не отличишь Иногда используют зелень, например, искусственную Но всё, что на столе, всё, что можно потрогать На столе жениха с невестой На столе у гостей Если это низкие композиции Это всё живой цветок исключительно То есть искусственный Да Понятно, что для объёма Вот как раз, чтобы не тратить там миллионы-миллионы Да, плюс ещё, например Создать красивую картинку можно Мы использовали, я помню, искусственные гортензии Тоже очень хорошего качества Да В тех ситуациях, когда на улице была жришка 36 градусов Гортензии просто не выживают в такую погоду И, соответственно, чтобы на арке не было дохлых цветов Потому что спустя там пару часов, когда ты вставил, у тебя всё красиво Проходит два часа, у тебя всё уже некрасиво И ты не контролируешь этот процесс Тут красиво, тут некрасиво Как бы как гортензия захотела, так она и завяла Поэтому, да, мы вот делали вот этот микс И выходили из этой ситуации таким образом И на самом деле клиенты, когда понимают, зачем вообще используется искусственный цветок Что это не просто там какая-то экономия, ещё что-то А именно вот убрать стрессовые какие-то моменты И ты показываешь, вот так вот гортензия ваша будет выглядеть Которая стоит там 800 рублей Она будет выглядеть вот так через два часа при 36 градусах Вы хотите этого или хотите искусственный цветок хорошего качества? Ну да, они как бы соглашаются Я помню, кстати, гортензия была очень популярна, да? Да Но она задаёт объём, она даёт вот эту всю тоже Воздушность Ну вот она больше массу То есть вот когда вот эти вот крупные, объёмные вот эти вот композиции Букеты и арки были, да, в тренде Сейчас уже больше всё такое расслабленное Какое-то всё такое динамичное, лёгкое Вот эти все природные, все стилистики больше, да, в тренде Но это всё на самом деле циклично, всё это возвращается Поэтому, возможно, через несколько лет опять у нас будет гортензия Начнём опять доставать эти искусственные гортензии и работать с ними Слушай, Настя, мне кажется, у нас получился очень классный, интересный, насыщенный разговор Мы сегодня столько тем затронули и про обучение, и про какие-то конфликтные ситуации И про особенности работы с высоким чеком Каждый найдёт в этом выпуске для себя что-то полезное В любом случае мы все ссылки оставляем и прикрепляем к этому выпуску Обязательно переходите, знакомьтесь подробнее вообще со специалистами сферы, которые организуют свадьбу Можно перейти к Насте в аккаунт свадебный у тебя, он один? У меня разные, у нас разные, но можно на основной перейти, там есть все ссылки на всё Да, да, то есть и посмотреть вообще те работы, которые делают, делает ваше агентство Это действительно очень красиво, я сама подписана, всё время смотрю вот эти видео Это вот вся красота, это благодаря нашим прекрасным партнёрам Потому что мне порой, вот мне пишут очень, как красиво, как красиво Я такая, спасибо, спасибо, но я понимаю, что вот эта красота, это заслуга декораторов, это заслуга флористов Понятно, что это наши заказчики, да, и мы там вот решаем там все эти вопросы И собираем это всё воедино, но все красивые картинки — это заслуга декораторов флористов И классных фотографов, видеографов Да, флористы, когда получают вот такие вот комментарии и обратную связь, для них это самая лучшая награда вообще за их работу Это даже реально не деньги, а вот настолько восторженные отзывы клиентов и всех остальных там заказчиков, да Ну нам всем это важно Да, поэтому, ну это даже не похвала, а вот просто, когда твой труд оценили адекватно, да То есть вот это вот, потом ты на крыльях летаешь, и у тебя ещё масса энергии творить, делать, да То есть это не надоедает, и постоянно хочется в этом развиваться Это был подкаст «Хочу цветочный» Я благодарю всех за внимание, благодарю Анастасию за то, что она посетила сегодня эту студию И поделилась своим опытом Обязательно ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, если вам понравился этот выпуск А также комментируйте на Apple Podcast Это очень важно для продвижения нашего подкаста и видео на YouTube Я с вами сегодня прощаюсь и до новых встреч, пока-пока